Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Марины Аствацитурян на Первом медицинском канале. Александров Юрий Иосифович, психолог, нейрофизиолог, член-корреспондент Российской академии образования, доктор психологических наук, профессор, заведующий лабораторией психофизиологии Института психологии РАН. Окончил Первый Московский медицинский институт имени Сечного. Являясь представителем научных школ Петра Анохина и Вячеслава Швыркова, создал оригинальную теорию о механизмах научения и единой концепции сознания и эмоций. Эта теория формулирует представление об эмоциях с точки зрения системной психофизиологии. Системный подход позволяет более глубоко определить место эмоций в организации мозговых процессов. Юрий Иосифович Александров вновь в нашей студии. Здравствуйте. Добрый день. И сегодня нам предстоит узнать о механизмах явления, стоящих за явлением, которые неизбежно время от времени вторгаются не только в нашу жизнь. Что я имею в виду? Вот незадолго до нашей встречи я общалась с этологами и поделилась планами записать программу с вами, посвященную регрессии. И тогда специалист по генетике поведения Инга Игоревна Полетаева из МГУ вспомнила о книге своих выдающихся коллег Конорда Лоренца и Пауля Лейхаузена, где описываются шмели. Шмелям в экспериментальных условиях сделали стресс, то есть поменяли расположение гнезд, у них возникла стрессовая ситуация, и шмели перешли на репертуар поведения более примитивных в эволюционном смысле своих собратьев видов. Что происходит у более высокоорганизованных организмов и как разбивается регрессия, пожалуйста, это тема нашей программы. А ссылочку можно на эту статью о шмелях? Это книга, я вам дам книгу, не книгу, а ссылку, она даже в PDF доступна в сети, она посвящена мотивации поведения человека и животных на английском. Спасибо большое. И там два автора, и Лоренц, и Лейхаузен. Отлично, спасибо. Вот такое у нас начало, и от нас бывает польза. Бывает польза. Понятие регрессии ввел Фрейд, когда он обсуждал временный возврат к более ранним психическим образованиям, к примитивным состояниям. И если мы проанализируем литературу, которая появилась, так называемая, постфрейдовскую, то целый ряд авторов, который здесь внизу приведен, он характеризовал регрессию как примитивизацию поведения, понижение уровня организации, возвращение к более ранним стадиям развития, к более ранним поведенческим моделям, и даже возвращение в детство, возврат в детство. Относительно значения регрессии у учителя и ученика, ученик Юнг, были разные мнения. Фрейд считал, что регрессия – это процесс, который следует преодолевать. То есть это неэффективный процесс. А Юнг, напротив, начиная уже с начала прошлого века, он говорил о том, что краткосрочная регрессия, она вообще полезна, и рассматривал ее как период, предшествующий дальнейшему развитию. И более того, я тут привожу красивую цитату из Юнга, «Чтобы достичь следующей вершины, мы должны спуститься в страну, где дороги начинают развивляться, и только тогда мы можем подняться на следующую вершину». Ну вот, собственно говоря, то, о чем я буду рассказывать, это аргументы и контраргументы в пользу одной или другой из этих позиций о значении регрессии. В каких ситуациях вот этот возврат, примитивизация и прочее наблюдается? Наблюдается в ситуации алкогольной интоксикации, в ситуации сильных эмоций, в ситуации стрессов самого разного происхождения, в ситуации болезней. Мы проанализировали в целом ряде экспериментов, в общем, начиная с экспрессии генов и кончая социальным поведением человека на самых разных уровнях, мы проанализировали разного типа ситуации, и, собственно, забегая вперед, что нами показано? Нами показано, что есть существенные сходства, динамики структуры опыта во всех этих состояниях, которые и есть, в общем, основы регрессии, которые во всех этих состояниях наблюдаются. То есть, если говорить проще, мы нашли общий механизм всех этих очень различных, с первого взгляда, состояний. Для того, чтобы инструмент, с помощью которых мы исследуем, это представление о структуре опыта, которое, это представление является результатом множества экспериментов в течение, я уже даже сейчас не могу сказать, скольких лет, десятилетий. Полученные данные, которые мы получали, и работая с животными, и работая с людьми. И, в общем, идея стоит в том, что наш опыт построен как системы, наслаивающиеся друг на друга. Эти системы приобретаются или формируются в процессе научения, то есть, когда мы учимся чему-то новому. В основе формирования этих систем лежит специализация нейронов. То есть, иначе говоря, клетки мозга становятся быть специфически связанным с реализацией данного акта, который мы в процессе научения формируем. И вот, собственно, наша жизнь — это формирование сначала одной, другой, третьей, четвертой и так далее, и так далее системы. Получается что-то типа слоеного пирога. И причем тот нейрон, который специализировался относительно этой системы, он остается специализированным быть относительно нее на протяжении всего дальнейшего индивидуального развития. Вот как выглядят эти нейроны. Это пример. Примеры нейронов, которые сформированы совсем недавно. Вот там они были красненьким цветом. Цветом нарисованы на предыдущей схеме. Вот здесь вот это нейрон, который активируется относительно при нажатии на педаль. Когда животное нажимает педаль, то получает он пищу из этой кормушки. Вот эти вот точечки — это активация данного нейрона. Здесь она суммирована. Видно вот эта горочка. Эта горочка и демонстрирует специализацию этого нейрона относительно нажатия на эту педаль, но не на эту. То есть они обслуживают конкретный поведенческий акт. А здесь колечки. И мы можем видеть то же самое. Тянет за колечко, получает пищу. А это нейрон, который специализирован относительно потягивания левого конца. Вот так это выглядит у животных, специализация нейронов. А это так называемый старый нейрон. Он сформировался на более ранних стадиях энтогенеза. И он связан с любым правым движением животного, куда бы это правое движение не осуществлял. Хоть кормушки, хоть к педали, хоть от экспериментатора или к экспериментатору, неважно. Любые правые движения, он активируется. Значит, вот те, что мы рассматривали раньше, это вот это. А те, что мы рассматриваем сейчас, это вот это. Это более старые системы. А это как выглядит от такого типа нейронов у человека. Это вот, если мы будем регистрировать активность нейронов у человека, вот эти вот палочки, это активация нейрона. То этот нейрон, ему показывают много-много всякого разного. Но он активируется только, когда ему показывают Эмму Томпсон. Только в этом случае. И когда он вспоминает Эмму Томпсон, тоже активируется этот нейрон. То есть это тот элемент опыта данного человека, который связан с Эммой Томпсоном, такой, ну скажем, человеческий тип нейронной специализации. Следующее, что нам важно для анализа, нам важно понять, что это не просто блины, которые ложатся друг на друга, эти системы опыта, они становятся все более и более дифференцированными, эти системы, то есть они все более и более детализируют наше соотношение со средой. И вот его можно так... Извините, вот здесь уточним, имеется в виду дифференциация новых уже, или и систем, или и старые, и новые. Вот я хочу сейчас как раз это объяснить, что вообще дифференциация в течение жизни увеличивается, это многие авторы говорили, вот тут все эти авторы поименованы, не все, а некоторые из них. Вот, и я просто хочу продемонстрировать, что это значит. Вот рождаются цыплята, эти цыплята еще слепые, как здесь видно. Мама им приносит еду, они открывают рты, и мама им вкладывает, вкладывает эту еду в рот. Это пищедобывательное поведение, оно еще не учитывает деталей, то есть неизвестно, где мама находится, они только слышат это и открывают рот. А вот следующий этап, у них уже открыты глазки, и теперь они не просто открывают рот, а они нападают на клюв мамы и вырывают у нее пищу из клюва. То есть, иначе говоря, пищедобывательное поведение было, пищедобывательное поведение осталось. Но теперь в этом пищедобывательном поведении учитываются детали, которые раньше не могли быть учтены. Например, местонахождение мамы, размер этой самой штуки и так далее. И у человека то же самое. Сначала он умеет только сосать, потом он умеет есть жидкую пищу, потом жидкую твердую пищу, потом жидкую твердую пищу за столом, в кафе, в школе и так далее. И так вот в течение всей жизни вот это пищевое поведение становится все более и более детализированным, и все более и более разнообразным. Вот что значит эта дифференциация. При этом старые уровни дифференциации никуда не деваются. Появляются новые, они наслаиваются на старые, а старые себе живут. И это для нас принципиальное значение имеет. И для всех авторов, которые этим занимаются, имеет принципиальное значение. Собственно, вот это вот здесь и показано. Вот здесь показан один поведенческий акт захвата животным из кормушки. Вот эта вот кормушка, наклон в кормушку, это вот эта вот штука. Перо пошло вниз. И здесь активируется сразу множество нейронов. Гиппокампальный нейрон, нейрон моторной коры, нейрон трегиминального мезонцефалического ядра. Это такое ядро, которое... Это проекция... Это афференты веретион мышечных. Я не знаю, это можно не пояснять. Ну, у нас врачебная аудитория всё-таки. Да, да, да. Ну, в общем, это афференты мышечных веретион. Не важно. Тут главное вот что. Что эти нейроны при любом движении челюсти активируются. Эти только при захвате пищи, но не при остальных движениях челюсти. А этот только при захвате пищи, только в одной кормушке. То есть, иначе говоря, дифференциация отсюда сюда сильно возрастает. Здесь любое движение, здесь только при захвате пищи, а здесь только при захвате, да ещё в определённом месте. А теперь самое главное. Вот эта пунктирная линия. Эта пунктирная линия показывает, что они все синхронно активны. То есть, иначе говоря, в момент захвата пищи работает как древние, низкодифференцированные специалисты, так и более дифференцированные, и совсем дифференцированные. Вот они все вместе, это и есть наше поведение. От самых древних слоёв до самых новых. Это принципиально для последующего анализа. Ну вот. Вот. И ещё, что для нас существенно, поскольку мы будем говорить об эмоциях, что система, которая формируется на самых ранних стадиях развития нашего, они обеспечивают самый глобальный уровень дробления среды. Это хорошо, я это хочу. И поэтому к этому приближаюсь. Или это плохо. Я этого не хочу, я этого боюсь, я должен убежать. Да. Вот. И вот это вот самый древний уровень дифференциации многими авторами на самом деле описывался в терминах эмоций. Вот это грубое деление мира. Хочу-не хочу, плохо-неплохо и так далее. Вот. И в общем эти эмоции преимущественно характеризуют именно актуализацию, то есть активность вот этих старых систем, древних систем нашего опыта. И если это так, то мы можем предположить, что если мы подавим активность нейронов, которые принадлежат к наиболее дифференцированным системам, то тогда вклад в поведение вот этих более древних возрастет, и наши эмоции возрастут. Делаем такое предположение. Правда? То есть, иначе говоря, мы срежем сейчас красненькое, у нас останется синенькое, а это синенькое в большей степени связано с эмоциональным делением мира. Первобытно-эмоциональное, скажем так. Да, что-то в этом роде. Чем мы можем это сделать? Есть замечательный инструмент, называется алкоголь. То есть, опять-таки, наши эксперименты с животными и людьми, они показывают, но в данном случае это животные, естественно, поскольку мы регистрируем. Вот это зелененькое, это как раз новые дифференцированные нейроны. Это они в норме, а это после введения алкоголя. Почти в три раза упало их процент. А вот это вот, возрастание процента низкодифференцировано. То есть, вот вам картина алкоголь, а вот вам картина новая. Изменение веса низкой дифференциации. Вот. Теперь, что мы должны принять во внимание, что многими авторами отмечена регрессия приостре алкоголизации. То есть, примитивизация поведения. Вот. С ней, кстати говоря, связано угнетение механизмов детекции ошибок. И поэтому, с одной стороны, это означает, что мы хуже используем наши ошибки в построении поведения, в обучении. Вот. Это и мы тоже показали в виртуальном поведении человека, что, когда мы ему даем алкоголь, то он хуже учитывает прошлые ошибки. Вот. Но, с другой стороны, как мы позже увидим, это может быть полезно. Почему? Увидим. Так вот, значит, с чем связана оказывается регрессия при алкоголе. Она связана с тем, что алкоголь подавляет активность вот этих вот наиболее дифференцированных систем и увеличивается вес вот этого старого опыта в нашем поведении. Вот. И мы можем, в общем, сделать такой предварительный вывод, что в основе регрессии при введении алкоголя находится временная дедифференциация. То есть, движение дифференциации в обратную сторону, ее уменьшение. То есть, временное угнетение активности нейронов более дифференцированных систем. Вот. Еще одну вещь, которую для понимания эмоций надо ввести сюда, это вот развиваемая нами единая концепция сознания и эмоций. Мы можем рассмотреть вот это вот все поведение. Мы уже сказали, что реализуются как наименее, так и наиболее дифференцированные системы одновременно. И вот эта характеристика, которая называется когнитивная, которая называется сознание, эта характеристика наиболее выражена вот на этих наиболее дифференцированных слоях. Вот она характеризует вот эти слои. А эмоции, они характеризуют как раз вот это, наименее дифференцированное. Я сейчас не буду входить в Италия, говорит, что эмоции никогда не кончаются, и сознание тоже начинается с самого начала. Это особый вопрос. Но нам важно вот что. Грубо и примитивно говоря, регрессивно говоря, вот это вот эмоции, а вот это вот сознание когниции. Ну вот. И соответственно, когда мы принимаем алкоголь, то у нас то, что относится к наиболее раннему поведению, должно угнетаться. А то, что относится к старому поведению, должно угнетаться в меньшей степени. На нейронах мы это показали. Смотрим на людях. Люди, берем людей, которые изучают иностранный язык на более поздних стадиях развития, чем родной язык, который изучается даже начиная с пренатального поведения, как известно. Вот. Значит, родной язык это очень древняя вещь, а этот более новенькая вещь. Вводим алкоголь. Показываем, что алкоголь значительно сильнее влияет на потенциалы мозга, связанные с иностранным языком, чем на потенциалы, связанные с родным языком. Это было нами показано вообще там кучу лет назад. Вот. Но кроме этого, что для нас сейчас особенно важно, что при этом повышается эмоциональность при введении алкоголя. Значит, угнетаются наиболее новые системы, как у животных, у людей, повышается эмоциональность, повышается вес вот этих систем старых. И это происходит, как мы уже выяснили. То есть при этом мы наблюдаем то, что называется регрессией. То есть дедифференциация, сдвиг к более примитивным формам. Но эмоции, получается, очень надежная штука. Если она обусловлена древними какими-то навыками, древними нейронами, да? Очень надежная. То это никуда не денется. Нет, она никуда не денется. И поэтому один человек, которого я не буду сейчас называть, потому что я его крайне люблю и уважаю, и многим ему обязан. Так вот этот человек делал ошибочный вывод. Он говорил о том, что человек будет развиваться-развиваться, и, наконец, он станет совсем когнитивным, и эмоции у него исчезнут. Да. Из того, что я сейчас говорю, вам понятно, что этого не произойдет никогда. Да. То есть эта вещь такая очень базовая, фундаментальная и надежная. Я бы сказал так. Там, где есть развитие, там есть эмоции. Потому что там есть стадии, и есть ранние стадии низкой дифференциации, а значит, есть эмоции. Никуда не денется. Все эти фантазии, это... Едем дальше. При всем уважении. Значит, ну, обращаясь к опыту слушателей, оргазм – это сильные эмоции. И вот, соответственно, мы можем предположить, что, наверное, при оргазме имеют место, вот если это настолько сильные эмоции, то мы должны иметь некоторое угнетение высокодифференцированных систем при этом. Вот. Действительно, эксперименты, которые вот здесь вот сверху у меня написаны, цитирование, люди действительно это и показывают, что при оргазме – это действительно эксперимент, который проводится в естественном эксперименте, там, оргастическое возбуждение. И при этом кортирование мозга. И это кортирование мозга показывает, что в корковых областях, особенно слева, вообще почти что нет достоверной активности. Она вообще вся в глубине и немножечко справа. Вот. Ну, и вот тут авторы прямо пишут, что результат показывает уменьшение активности во всех корковых областях. Это нам неудивительно, если мы примем только одну вещь, о которой я не сказал до сих пор, но о которой все догадываются, в общем. Что особенно много нейронов, принадлежащих к системам высокой дифференциации, в корковых областях. Поэтому неудивительно для нас, что при оргазме кора как бы замолкает. А работает то, что связано с более низкими уровнями дифференциации. Это вот тоже показано. Если мы принимаем алкоголь не один раз, а много, то у нас происходит научение. То есть мы научаемся принимать алкоголь. И в этой специфической ситуации возникают даже специальные нейроны, которые ответственны за потребление алкоголя. Мы сейчас туда не пойдем, а вообще принятие алкоголя оказывает на креативное даже влияние. Об этом я скажу позже немножко. Ну вот, значит, и так прием алкоголя, как и любые вообще другие действия, связано с научением. И мы, в общем, смотрели, каким образом происходит научение в ситуации регрессии. Мы уже знаем, что алкоголь — это регрессия. Это уменьшение новеньких. С другой стороны, формирование научения — это формирование новеньких. Поэтому эта ситуация в определенном смысле противоречивая. Да, парадоксальная. Что мы показали? Вот я напоминаю то, о чем я говорил, что в коре много новых. Это экспрессия генов в нейронах, уровень экспрессии генов, который, как мы знаем, опять-таки в наших экспериментах это показано, который лежит в основе формирования специализации нейронов при научении. И вот это специализация формирования новых нейронов в контроле в коре, а это формирование новых нейронов в коре при алкоголе. То есть этот уровень экспрессии резко падает в корковых структурах. То есть ситуация регрессии тоже имеет место формирование специализации, мы учимся, но это другое формирование. Это формирование в ситуации регрессии. Потом мы увидим, зачем это надо, и вообще некоторые следствия этого дела. Что мы имеем у человека? Если мы смотрим, каким образом влияет на просоциальное поведение человека алкоголь. Вот это вот, здесь нужно сказать, что это мы изучали принятие моральных решений. И принятие моральных решений такая есть моральная дилемма, которую часто используют люди, изучающие мораль. Идет поезд по путям. Если он пойдет дальше по этим путям, он собьет пять человек. А если вы, испытуемый, переведете стрелочку, то он пойдет по другому пути. Тех пять не собьет, но собьет одного. Вы переведете стрелку. Ну и дальше там есть масса вариаций этого решения. Ну а если там вы не переведете стрелку, а, например, столкнете обезьяну перед этим поездом и пожертвуете обезьяной, чтобы спасти, то как? А если вы не обезьяну, а человека столкнете? То есть, в общем, масса вот таких вот решений, это изучено замечательно, в том числе и у нас есть куча работ, в том числе и кросс-культурных на эту тему. Нам сейчас важно вот что. Вот это, принятие этого решения называется индекс моральной допустимости. То есть, насколько люди допускают пожертвовать одним ради многих. Это довольно сложная дилемма. И люди вообще мучаются сильно, когда принимают это решение. Ну вот, это две группы людей, которые без алкоголя существуют. Вот эти вот, у них низкий уровень. То есть, эти люди не хотят жертвовать одним, чтобы спасти многих. А эти считают, что можно пожертвовать. А теперь мы даем алкоголь. Да, между ними видите разницу вот этого индекса. Теперь мы даем алкоголь, и разница пропадает. То есть, иначе говоря, после введения алкоголя, вот эти вот дифференцированность в принятии решения этими людьми падает. Они регрессируют и становятся похожи друг на друга. И они не только становятся похожи друг на друга, но они, значит, вот принимают менее социально обусловленные решения. При этом, как нами показано, с помощью специальной оценки, я потом еще к ней вернусь, сложность происходящих процессов у этих людей достоверно падает. Это нас не удивляет, потому что если это регрессия, значит, это дедифференциация, значит, это уменьшение роли наиболее высокодифференцированных сложных систем. И мы предполагаем, что это менее сложные решения. Так и есть. Можно говорить, что в регрессии она как бы нивелирует индивидуальности? Во всяком случае, в той выборке, которая здесь представлена, это выборка русскоязычных людей, да. Я делаю эту оговорку специально, потому что это не всегда так, но я просто не хочу туда уходить, то мы сейчас уйдем далеко от проблем. Нет, это промежуточный такой, да. Ну вот, значит, мы можем предположить, что это менее сложные решения здесь принимаются, в отличие от этого. Действительно, это так и есть. Если мы регистрируем у них сердечную деятельность, то по ней можно сказать, как, чуть позже будет ясно, что эти люди, их решение упрощается в ситуации регрессии. Ну вот, а здесь это уже не наша работа, это я ссылаюсь на работу более ранее. Есть такой Колберг, который придумал тесты Колберговские на зрелость морального выбора у людей. И они есть менее зрелые, более, 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 более. Он рассматривает развитие человека как все более и более зрелые решения. Их можно по степени зрелости отградуировать, так сказать. Ну и что, не вдаваясь в подробности, при введении алкоголя авторы показывают, что зрелость моральных решений при интоксикации падает. Нас это абсолютно не удивляет, потому что это регрессия, потому что это убирание новых, потому что это убирание тех красненьких, которые мы показывали. Следовательно, менее зрелые решения. Это еще один вид, в котором выступает регрессия у человека. Стресс. Стресс и регрессия. Стресс, если мы будем определять по селье, по одному из творцов этой теории, это, я не буду зачитывать это определение, нам существенно вот что, что это приспособление к новым условиям, это адаптация к новым условиям. Вот эти главные слова, приспособление к новым адаптациям я выделил, потому что они принципиальны. Вот. Что показано? Вот здесь довольно много работ имеется в последнее время с картированием мозга человека. Человека ставят в условия стресса. И что показано? Показано, что активируются структуры, которые обеспечивают более автоматическое эмоциональное поведение за счет структур более сложного когнитивного поведения. То есть, иначе говоря, поведение человека сдвигается как бы, мы переводим на наш упрощенный язык, от красненького к синенького, от более сложных и дифференцированных систем. Уже на основании работы этих авторов мы можем сделать такое предположение, что это, наверное, так. И вот эта работа, в которой мы вообще, я думаю, одни из первых в мире показали, каким образом у людей происходит возврат к детскому принятию решения. То есть, вообще регрессия у людей, есть единичные работы, где это показано. Я говорю единичные, чтобы не попасть в просаг. Я знаю одну. Одну работу, где-то в районе 50-го года, в которой было показано, что если человеку учить завязывать узлы, потом поставить в ситуацию стресса, то он начинает завязывать узел не так, как он научился в конце, а одним из первых способов. То есть, это возврат, ну, скажем так, к недавнему прошлому. Но вообще под регрессией понимается немножко другое в аналитической литературе. Это возврат в детство. И вот мы его показываем. Мы сначала посмотрели, как меняется поддержка своего, то есть свой всегда прав. И вот поддержка своего, она вообще с возрастом падает. Потому что если свой гад, то я его не буду поддерживать. Наш сукин сын, но наш сукин сын. Да, наш сукин сын. И поэтому я его не поддерживаю. С возрастом люди начинают меньше и меньше поддерживать того, кто агрессор. А в детстве они поддерживают своего... Независимого. Независимого, да. Ну вот. И вот это вот мы показали сначала на детях, как оно уменьшается, поддержка своего агрессора. А потом взяли взрослых. И взрослые без стресса почти не поддерживают своего агрессора. Они за справедливость в принципе. А потом мы поставили взрослых в ситуацию стресса. И вот когда мы поставили взрослых в ситуацию стресса, то обратите внимание, они стали себя вести даже не как дети 10-11 лет, а как дети 7-9 лет. То есть мы вообще показали статистически достоверно регрессию в детство. Я других таких работ в общем не знаю. Эта работа недавно опубликована в психологическом журнале. И, между прочим, вы подумаете о значении этой работы, если посмотреть на целое общество людей. Представляете, общество в ситуации стресса. Это общество в ситуации стресса начинает думать, что свои всегда правы, а эти, которых это общество обижает, они не правы, потому что чужие. Вот в ситуации войны, например, вот это, я думаю, имеет дело, в первую очередь мы имеем дело вот с этим. Абсолютно. Ну вот. Значит, что такое стресс? Вот из того, что я до сих пор говорил, но несмотря на, если забыть про определение селье, которое замечательное, с селье я вообще очень во многом согласен, вот, то это было в основном плохо. Вот люди становятся как дети, как это противно и вообще все. А на самом деле имеется позитивная роль стрессовкой кризисных ситуаций. Эту позитивную роль подчеркивают пусть не все авторы, потому что многие считают, что стресс это только плохо. Ее подчеркивают многие-многие люди. Естественно, Юнг, потому что раз это регрессия, то это путь к следующему совершенствованию. Сам селье. И это уже новые авторы, последние годы буквально. Ну и как вы увидите, автор этого доклада. Вот. Ну и, значит, вот этот вот путь блокады памяти новой при стрессе авторы считают сдвигом от аналитических сложных процессов к быстрым, интуитивным. Они рассматривают это, ну, как бы странное и плохое, как путь к адаптации, где надо быстро сориентироваться, быстро принять решение и быстро избегнуть или, наоборот, приблизиться. Вот такие работы, вы видите, они выходят в самое последнее время. А это вот схемка, как авторы себе представляют, как вообще происходит принятие решения от интуиции. Сначала эти решения интуитивные, потом вы рассуждаете, а потом принимаете решение. Так вот, ситуация стресса, вот эта черная стрелка, это перепрыгивание вот этого рассуждения. Вопрос, каковы механизмы перепрыгивания мы ставим. То есть мы совершенно согласны, как вы уже понимаете, из того, что я говорю, мы и думаем, что когда мы убираем вверх, то мы, естественно, спускаемся к интуитивным, от сложных путей решения. То есть я совершенно солидарен с автором. Наши данные говорят об этом же. Какие же механизмы этого перепрыгивания? Вот они, механизмы. Это научение в условиях без стресса и научение при стрессе, черненькое. Это опять экспрессия генов. Что мы показываем? Что в корковых областях достоверное уменьшение экспрессии при научении в стрессе по сравнению с нормой. То есть, иначе говоря, в стрессовой ситуации угнетение активности корковых структур при обучении, то есть при стрессовой адаптации по сравнению с нестрессовой. При этом наверху написано, а в амигдале нет уменьшения. То есть, иначе говоря, в подкорковых структурах амигдале, которая эмоциональная структура, в ней нет уменьшения, как было без стресса, так она и активна. То есть, иначе говоря, это быстрая адаптация происходит при уменьшенном вкладе корковых структур. Это мы на генетическом уровне выявляем вещи, сходные с тем, что люди показывают при кортировании активности мозга человека. мы показываем генетический механизм того, что они видят при кортировании мозга. А это моделирование. Мы ставим вопрос, зачем это надо? То есть, зачем нам нужна дедифференциация? Зачем нам надо обрубать вот это красненькое? И мы строим модель, которую в нашей лаборатории строил Крылов. Я, кстати говоря, работа, которую я излагаю, в основном это работы, сделанные буквально вот только-только. Совершенно новенькие. Так вот, что он делал? Он моделировал обучение агента, модельного агента, в ситуации, когда у него был доступ ко всему опыту, который ему объекта была, и в ситуации, когда он блокировал большую часть элементов опыта специальным путем. И вот эта вот пунктирная черта, это формирование нового поведения, то есть, вот результативность по этой шкале, формирование нового поведения у такого регрессирующего объекта и у нормального объекта, без регрессии. И вы видите, что они обучаются обе, оба агента, но это делает достоверно быстрее. Регрессирующий объект. То есть, если вы обрубаете определенное количество элементов опыта, то это ускоряет в этом, с нашей точки зрения, забегая вперед, эволюционный смысл, почему регрессия осталась в эволюции. Потому что она обусловливает стрессовые ситуации, а такие ситуации у нас почти все время, как считает Семье, и считаю я тоже. Как мы сейчас выясним, любое научение – суть стресса. И эволюция его оставила, потому что это позволяет выжить. Это ускоряет научение. Это такой обходной путь, в общем-то. Это обходной, быстрый, грубый, но потом его можно улучшить. Сейчас покажу, как. И вот я тут привожу, очень своевременно, просто день в день, да. Да, привожу цитату из Клинтона, но это я не нарочно, я эту цитату давно прочитал. Программа выйдет позже, сегодня 8 ноября, сегодня выборы в Соединенных Штатах Америки, выборы президента. Ну вот, и вот он пишет, что иногда люди в стрессе отвергают обдумывание. А это как раз ситуация, когда им следует подумать. Он абсолютно прав. Такое впечатление, что читал литературу даже возникает. Действительно, мы только что показывали, что обдумывание перепрыгивается, поступают люди интуитивно, но суть в том, что они думают, но думают позже. И вот это вот очень интересный аспект, и в принципе существуют работы, которые показывают, как при стрессе происходит обучение в разных структурах. Вот видно, что процент клеток, которые меняют свою активность в самых ранних пробах, он выше в амигдале. А обучение изменения в коре сдвинуто во времени. То есть, грубо говоря, очень грубо, как бы подкорковая структура обучается первой. А потом уже наступает обучение в корковой структуре. Как мы смотрели, что делает человек потом? На какой модели? Здесь надо сказать, что всякое заболевание, оно вызывает стресс в той или иной мере. И организму требуется адаптация в этом. Ну так думал Силье, и вообще много людей. И вообще показано, между прочим, что у тех людей, которые в постстрессовом периоде, когда у тех людей, у которых не развивается посттравматическое состояние, ПТСР так называемое, он у них не развивается в том случае, если у них повышена активность на поздних периодах корковых структур. А если у них активность корковых структур ниже сравнительно, то у них развивается ПТСР. То есть, иначе говоря, посмотрите, что получается. Что те, у кого... Мы уже знаем, что как только стресс наступает, надо моментально регрессировать, понизить активность корковых структур, но потом, на следующих стадиях, адаптация должна усовершенствоваться. И вот тогда вы должны включать более сложные структуры. И если вы их включаете, то вы избегаете ПТСР. Вот эти авторы, собственно, это и показывают. Вот это вот недавняя работа, которая, в общем, приводит такие данные, что если кора хорошо работает, грубо говоря, то у этих людей, переживших травматическую ситуацию, ПТСР может не развиться. А если ниже активность, то может развиться. И вот наша гипотеза была, что стрессирующее влияние болезни, она связана с увенничением дифференцированности систем, которая обеспечивает адаптацию к этим стрессовым условиям. Причем, желательно было бы, если мы правы, чтобы это была адаптация именно в том домене или куске опыта, который связан с этой болезнью. И мы изучали, мы изучали людей с хронической головной болью напряжения. И у этих людей мы тестировали их дифференцированность, их состояние, дифференцированность их состояния с помощью разработанного нами метода предъявления им слов определенных. А слова у нас связаны с поведением, я опять-таки сейчас далеко не пойду, хотя это огромная отдельная область. Когда мы предъявляем слово, мы не просто предъявляем слово, а мы предъявляем метку поведения. И слово приводит к извлечению определенного поведения из памяти. А вернее, не одного поведения, а группа поведения, которая с этим словом связана. И в общем, когда мы предъявляем слово, то чем более дифференцирован тот опыт, который с этим словом связан, тем больше времени уходит у человека на принятие решения. А чем менее дифференцирован, тем меньше времени уходит, тем оно проще. И что оказывается, что в ситуации болезни у людей, которые долго уже этой болезни настраняются, те прилагательные, которые связаны с тактильной чувствительностью, и не просто с тактильной чувствительностью, а которые связаны с негативными ощущениями при тактильной чувствительности, потому что может быть нежность, поглаживание, а может быть укол, ожог, боли и так далее. То, что связано с негативным, достоверно возрастает. То есть, иначе говоря, эти слова вызывают все больше и больше, они связаны с большей дифференцированностью опыта. Таким образом мы показываем, что в процессе стрессовой адаптации действительно происходит дифференциация опыта дополнительная, которая связана с тем доменом, который, куском опыта еще раз, который относится к этой болезни. Следовательно, мы можем говорить о том, что при стрессе сначала имеется упрощение, это эволюционно важно, а затем дифференциация в этом домене, последующее происходит. Ну вот, что мы, собственно, видим? Мы на основании того, что я изложил уже, мы видим, что мы обнаруживаем единые механизмы совершенно разных состояний, а именно эмоции, стресс, принятие алкоголя, болезнь. Вот, и есть еще одна вещь. Поскольку я все время говорю об адаптации, о приспособлении и так далее, это явно имеет место на учении. Если мы сейчас проведем анализ на учение, вообще литература связана теперь с совершенно другой областью, когда люди могут вообще стрессовую литературу не читать, то мы обнаруживаем, что они пишут теми же словами при на учении, а именно, на учении связано с эмоциями. Причем авторы показывают, что чем выше эмоции при на учении, тем более эффективно на учении. Причем, а мы уже знаем с вами, что эмоции это низкодифференцированные системы. То есть, как ни странно, в самом начале на учении, по-видимому, на разных интервалах, простите, мы еще точно этого не знаем. Интервал, на котором происходит эта регрессия, вот как раз сейчас мы собираемся этим заниматься. Но совершенно ясно, что там имеются эмоции при этом на учении, и они имеются не случайно. Наше научение не случайно эмоционально. Это обеспечивает его эффективность. И авторы показывают связь с большой величиной эффекта. Вон, и величина эффекта 0,6 и выше. Чем больше эмоций, тем лучше на учении. Вот. И более того, даже если вы будете моделировать эти эмоции, нарочно их ставить человека в ситуацию негативных эмоций, вы ставите ему рассогласование, то вы получите улучшение памяти. Вот. И... Ну, на этих приемах, кстати, основаны всякие правила с документальных фильмов. Например, вот я просто помню, я была на одном семинаре BBC Four, они учили научных журналистов снимать фильмы. И был пример Эндрю Вайлза, это человек, который доказал теорему Ферма. Как нужно снимать о нем фильм? И первый же кадр, он плачет, рыдает. Он только что понял, что он доказал теорему. Размазывает слезы кулаком вот так по лицу. Вот так надо начинать фильм, чтобы привлечь зрителей. И чтобы дальше было понятно, в чем, собственно, теорема Ферма. Да, извините. Так вот, собственно, стресс, если вы посмотрите, что пишут авторы, которые друг друга не читали, стресс, эмоции и научения, все эти вещи связаны с новизной и с рассогласованием. Потому что при научении стресс, при стрессе научения, и при том эмоции, это на самом деле у нас начинает возникать впечатление. То есть такой раздрай, он как бы... Это на самом деле не раздрай и совершенно не случайная вещь, а это совершенно разные вещи, на самом деле имеют общее основание. А в значительной части случаев это просто разные описания одного и того же с разных сторон. Вообще, я должен сказать, что когда эта картинка в голове сложилась, то ощущение было крайне приятное. Потому что, в общем, самое такое, ну, по-моему, самое эмоциональное, что может быть, это когда ты видишь, как совершенно разные вещи ты можешь сложить вместе и видишь, что это единая основа. Это вообще... Да, это вообще... Не каждый может этим попросить. Это очень приятно. Да, да, это... Ну вот, значит, и теперь мы можем сказать, что все эти вещи действительно связаны и механизменно связаны. При научении есть стресс, при стрессе есть научение, при том и том эмоции. И всё это вместе, это регрессия, это сначала интуитивный поиск, и затем совершенствование. Ну вот, и естественно, на раннем этапе и при алкоголе, и при эмоциях, и при стрессе мы имеем понижение сложности. То, о чем я говорил, и имеем мы, можем его исследовать, и мы его исследуем. Существуют специальные способы анализа сердечного ритма, которые показывают, что чем дифференцированнее у вас система, тем сложнее вариабельность этого ритма, её можно мерить, энтропию, и, соответственно, вычислять сложность этого ритма. Мы это делаем. И таким образом мы, например, показываем, что вот ситуация сердечного ритма при приёме сока в определённой ситуации и при приёме алкоголя. А это сложность. И вы видите, что происходит при приёме алкоголя, сложность падает, а это при приёме сока. Она остается примерно на одном и том же уровне. А это стресс. Мы имеем абсолютно тот же феномен. Это стресс выступления. Это мощнейший стресс, особенно у неопытных докладчиков. Это вот одна минута до доклада, а это в период публичного выступления. И опять мы что видим? Мы видим резкое падение сложности сердечного ритма. Почему? Потому что в стрессовых условиях мы имеем регрессию, потому что при алкоголе мы имеем регрессию, а это всё означает падение сложности, а это всё означает лучшее приспособление к ситуации, во всяком случае, в срочной перспективе. В долгой перспективе, как мы выяснили, потом надо дифференцировать. Ну вот, если мы посмотрим, я сейчас уже на этом не буду останавливаться, если мы посмотрим гормоны, которые при эмоциях, при научении, при стрессе, то мы увидим опять полное перекрытие. Ну, во всяком случае, сильное перекрытие. И те гормоны, которые повышаются при стрессе, они в то же время рассматриваются как фактор, обусловливающий прочность памяти при научении. Нас это теперь совершенно не удивляет. Естественно, и авторы, которые пишут обзоры, они обнаруживают сходство стрессовых гормонов и гормонов научения. То, что мы только что говорили, что это одно и то же описываемое с разных сторон, для нас это больше не проблема. Ясно, почему. Ну вот. Ну и что такое выраженный стресс? Почему там может быть на довольно длительном этапе, как бы сказать, детское поведение? Потому что выраженный стресс – это сильная новизна ситуации, когда еще не было дифференциации в этом домене. И поэтому человек регрессирует, он быстро строит новую модель, но сравнительно с другим опытом она остается довольно низкодифференцированной. И поэтому, хотя дифференциация происходит, и формирование опыта происходит, но все равно дифференциация в этом новом домене, вот здесь написано, что это построение модели D-новая или почти D-новая, то есть не было еще опыта в этих условиях, она низкодифференцированная, и поэтому возникает впечатление детской формы поведения. Вот. Ну, о значении мы уже немножко говорили, что значение системной дедифференциации, феноменологически она описывается как регрессия, сдвиг назад, сдвиг в детство, сдвиг в примитив, вот это тот фактор, который закрепил ее в эволюции. Это очень эффективный способ решения ситуации в срочной перспективе. Раз. И во-вторых, это способ быстрого обучения, решения проблемы и переход к дальнейшей дифференциации. И поэтому мы это имеем всегда и везде, получается. Ну, всегда и везде, может быть, это гипербола, но во всяком случае в определенной выраженности имеем. Вот. И здесь мы должны сделать вывод, что регрессия, а следовательно обратимая до дифференциации, это не деградация и нарушение в развитии, вообще путь назад, а это закономерный этап развития. То есть, иначе говоря, когда мы регрессируем, мы развиваемся. И это, значит, шаг в развитии. И более того, может быть, можно даже сказать, так теоретически говоря, я в этом уверен, но я не буду утверждать, пока не будет это, так сказать, экспериментально до конца показано. Я думаю, что без регрессии нет научения вообще. То есть, иначе говоря, чтобы прогрессировать, надо регрессировать. Вот. Ну, а это вот я обещал сказать в конце, что при определенных условиях регрессия даже при алкоголе дает приведение алкоголя. Не только что там стресс, там научение и так далее. Даже приведение алкоголя ведет к повышению креативности. То есть, иначе говоря, к формированию новых и свежих решений. То есть, вот ставились такие эксперименты, когда людям давали разного типа тесты. Одни тесты требовали просто использовать имеющееся знание для того, чтобы решить проблему, а другие сформировать как бы новое знание совсем. Там, где не нужно внимания, работа над ошибками. Там, где нужно найти новый путь. Так вот, что оказывается, что вот это вот трезвые, а это пьяные. То, что касается вот этого серенького, это вот там, где не требуется креативность, оно достоверно не меняется. А то, что касается креативности, черненькое, то здесь есть достоверное увеличение как числа решенных задач, так и меньше времени на них тратится. И эта вещь вообще достоверная. Но это совершенно не значит, что это особый вид задач при особом... То есть, такое может быть, и мне это очень нравится. Но, должен сказать, что по собственному опыту, когда я стал изучать алкоголь и понял, что он делает, я пытался писать статьи, выпив немножко алкоголя для того, чтобы себя додифференцировать. У меня лично не получается. Должен сказать, лучше писать в трезвом виде. Ну, статьи, может быть, а музыку... Да, да. Вот. И таким образом мы приходим к тому, что вот этот милый человек, пожалуй, был прав более Фрейда. То есть, регрессия — это основное условие творческого акта. Наши эксперименты, начиная от генов и кончая... Вот у животных, кончая людьми, приводят к тому, что, похоже, Юнг в большей степени прав, чем Фрейд. И вот последнее, что я хочу сказать, перед тем, как сказать спасибо за внимание, это, что регрессию мы имеем... Вот это вот... Я сейчас не буду в эту сложную картинку вдаваться. Вот это вот опыт индивидов разных. Я уже показывал эти картинки. И регрессия — это когда мы снимаем вот этот верхний слой. Культуру мы можем тоже представить. Культуру мы можем представить как опыт, который накапливается в этой самой культуре. Так вот, похоже, что в культуре тоже имеется регрессия, возможно. И это здесь регрессия бывает при алкоголе, при стрессе, при эмоциях. Это мы только что с вами выясняли. Вот. А эта регрессия в культуре называется архаизация культуры. И она бывает при стихийных бедствиях, при войнах, при революциях. То есть, показанные, существует целый ряд работ, и даже статистических работ, которые показывают, что в этих условиях люди начинают использовать элементы культуры и способы культурные, которые свойственны предыдущему этапу развития данной культуры. Вот. То есть, иначе говоря, я хочу сказать, что вот эта закономерность, которую я только что описал, она, похоже, свойственна и системам большего уровня. То есть... Ну, то есть и на популяционном уровне. На популяционном уровне работает примерно так же. Спасибо за внимание. Спасибо. Вот в рубрике «По скриптам» я бы хотела чуть-чуть вернуться к концу вашего доклада. И затронуть тему... Во-первых, это все связанные вещи в одном вопросе, я не знаю, а может быть, они и не связаны. Вы поясните. Есть ли понятие глубины регрессии, она как-то может измеряться больше, меньше? Зависит ли она... Зависит ли от глубины регрессии, есть ли она, есть успех адаптации? Это два вопроса. Третье. Индивидуальные различия у разных людей психофизиологически разные особенности, и как это выражается на их регрессии, если они есть, то можно ли по этим особенностям предсказывать, то есть имеет ли все эти наблюдения какую-то предсказательную силу предсказывать ход регрессии? Даже не будем говорить плохо-хорошо, ясно уже, что неплохо, а имеет свой эволюционный смысл, но вот как-то можно количественно и как-то все это описать. Ответы на все вопросы – да. Да, без шуток. Но они связаны, эти вещи? Связаны, да, конечно, связаны. Давайте проговорим. Давайте. Значит, что касается первого, я бы хотел знать ответ на этот вопрос. То есть, я имею в виду... По поводу глубины регрессии. Более того, мы сейчас планируем работу, в которой мы будем исследовать глубину регрессии. То есть, мы будем делать целый ряд актов. В принципе, в экспериментах на крысах где-то в 40-е годы... Это, кстати говоря, интересная вещь. Сейчас мясо слегка занесет, извините, вырежите потом. Да. Значит, вот эти вот работы экспериментальные по регрессии наблюдались, начиная с 30-х годов прошлого века до начала 50-х, середины 40-х. Потом экспериментальные работы в общем прекратились. Почему? Потому что они были описательные, потому что они были поведенческие. Регрессию продемонстрировали на крысах и на людях в экспериментальных условиях. В основном на крысах. Крысок заставляли... Сначала один способ они учили, потом другой способ. Потом им давали стресс. Потом им давали ток, а потом смотрели, какой способ он нас произведет. И это ответ, кстати, на второй вопрос. Часть крыс переходила ко второму, а часть к более раннему, а часть нет. И они даже пытались понять, какие, но не очень у них получилось. Но ясно уже, что у разных индивидов регрессия выражена по-разному. Это ответ на первый вопрос. С людьми, конечно, экспериментов гораздо меньше. Мы не можем. Но даже в нашей работе, вы там помните, когда регрессируют в моральных решениях? Да-да-да, я просто не стала остановиться. Но тоже не с тоже процентов регрессируют. Значит, кто-то не регрессировал. Вот. Я как раз запомнила. Да-да-да. То есть, знаем ли мы, кто и как? Нет. Глубину регрессии будем... Адаптация. Почему исчезли работы? Потому что понадобилось подойти к этому на следующем витке развития, когда у нас появились методы исследования мозга. На поведенческом показали, что да. А дальше что? А дальше надо было изучать механизмы. А механизмы они изучать не могли. Не было... И поэтому они заглохли. Я очень был удивлен, когда я стал копать литературу и увидел этот обрыв в 40-х. Все, они все показали и все. Ну вот. А мы теперь хотим посмотреть экспрессию генов, связанную с актом 1, 2, 3, 4 при стрессе. То есть, куда она спустится. Куда спустится регрессия при... Значит, вот... Какой глубины она коснется. А адаптация. Бывают какие-то патологические случаи с регрессией без адаптации? Это, наверное, патология. Если есть. А может, я фантазирую вообще. Я... Экспериментов я таких не знаю. Это скорее... Надо было бы обратиться к психоаналитической литературе, между прочим. Хотя она, в общем, многими авторами не рассматривается как научная. Но, во всяком случае, описательный характер она имеет. И я думаю, что, например, Фрейд не зря рассматривал регрессию как неэффективную. Видимо, в его опыте... В случае у него были, наверное. В его опыте были случаи регрессии, которые... Просто конкретные, да. ...которые ничего хорошего не давали, во всяком случае, в период наблюдения. И поэтому он говорил о том, что надо с ними бороться. С регрессией. Вот. Что касается... Ну и предсказательная, да, сила. Да. Что касается... Ну, скажем, моего представления, то я думаю, что... Я уже сказал, что регрессия это необходимый компонент развития. Но при определенной глубине, я думаю, что когда очень сильный стресс, и большая глубина, и большая стойкость, а стресс не проходит, и адаптация невозможна. Потому что ведь не любую проблему можно решить. Да. Абсолютно. И если вы не можете ее решить, то и не можете адаптироваться, я думаю, тут наступают всякие ПТС-сыры, или вы не способны сформировать более дифференцированную систему. Но я просто хочу сказать, что сейчас это фантазии. У меня, во всяком случае. Может быть, я не знаю каких-то работ. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.